Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! Рад вас снова увидеть на моем новом ролике, и сегодня мы с вами продолжаем играть и веселиться в игре Симулятор Автомобиля 2. Но перед тем, как мы начнем, я покажу по традиции комментарии ребят из прошлого видео. Вы видели, тут все порушилось почему-то возле меня, поэтому, наверное, уже многие знают, где находятся комментарии ребят из прошлого видео, наверное, многие знают, а кто не знает, сейчас поймут. Вот новые зрители, привет! И вот все комментарии ребят из прошлого видео, они попадают ко мне в багажник, то есть я открываю, и там куча комментариев. Я в прошлом видео очень много вас просил написать очень много комментариев, ребята, и вы с этим справились. Вы накидали кучу лайков и кучу комментариев, и в этом багажнике сегодня очень много комментов, потому что, ну, очень много. Я не знаю, справлюсь ли я со всеми, но большое спасибо всем, кто написал просто кучу. Если вы в этом ролике тоже захотите попасть в багажник, то обязательно напишите кучу комментов и напокажите свою активность, потому что вот они. Смотрите, опа, как же их много. Это комментарии ребят из прошлого видео. Это они, да-да-да, это те самые ребята. Если ты тоже захочешь попасть в ролик, как эти крутые чуваки, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику, написать кучу комментариев и обязательно нажать на колокольчик. А также досмотреть ролик до конца и узнать кодовое слово, которое спрятано где-то в ролике. Это очень важно. Вы досмотрите ролик до конца и узнаете крутую просто информацию, которая просто снесет мозг и также попадете в ролик. Вы напишите кодовое слово и все, вы как бы уже в ролике. Как бы, да, ой, уже завечерело, пипец, как быстро. Как бы, ребят, вот такая вот штука. Я решил сегодня свой Toyota Land Cruiser немножко обновить, решил перекрасить в такой цвет. Также я решил поменять диски и, ну, чуть-чуть там тонировочку сделать посветлее. И, кстати, вот, ребят, если кто-то тоже хочет попасть в ролик отдельно, отдельно, то напишите, какого цвета у меня машина. Кто правильно отгадает цвет, тут обязательно попадет в видос. Правильный ответ я покажу в следующем ролике. В общем, что, дорогие друзья, сегодня мы продолжаем с вами обсуждать грядущее обновление, которое выйдет уже в эти выходные. И вас может просто шокировать, но это просто шок, это просто шок. Мы этим досмотрим до конца, берем чай, печенюшки, что-нибудь с собой такое покушать. Воу-воу-воу-воу, я вот это, ну, дает, куда он полетел с прилежащей на главную. Ну, дает Калина, конечно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Гранта тоже. Ай-яй-яй, вот это, да, дают, ребята. В общем, что, дорогие друзья, сегодня мы пообсуждаем новые, новые слитые информации. О выходе нового обновления, дорогие друзья. Просто кучу всего я узнал совсем недавно, вот сегодня. И вы будете просто в шоке от того, что я расскажу. В общем, дорогие друзья, некоторые разработчики случайно просто слили информацию из будущего обновления. Они случайно в группу выложили пост, который должен был запланирован быть, получается, на воскресенье. И в итоге в том посте было то, что они добавили новую карту. Они добавили новые, получается, иконки передвижения. То есть они поменяют карту, карту вот эту, которая у нас есть. Они переделают ее такую под более ГТАшную. То есть она будет вообще очень клевая. Потом переделают значки. Там очень много пипец. После чего они решили поменять вот эти кнопочки. Они сделают ее чуть-чуть другие. Как были нарисованы на картинке. Также вот эти иконочки поменяют. И поменяют иконки, получается, света, поворотника, аварийки, правого поворотника и нашего сигнала. О, да, он работает, кстати. Давно им не пользовался. И также сделают продуманную систему бензина. А также новую клевую штуку они решили добавить. В общем, вы, наверное, знаете. А может быть, кто-то и вообще не замечал этот прикол. Досматываем до конца. Это очень интересно то, что я расскажу. То, что вы, наверное, замечали, что вот тут... Вот, смотрите, ребят, я вот показываю курсором. Ну, сейчас, чтобы вам было видно. Я в темненькое заеду. Вот, смотрите. Вот тут, видите, цифры какие-то, да? Это наш пробег. Это сколько мы на машине проехали километров за данную сессию. То есть, когда мы открыли телефон и начали кататься. Это пробег за это время. То есть, я проехал 61 километр. То есть, и если мы будем ездить, он будет постепенно, постепенно увеличиваться. Вот, можем сейчас продемонстрировать. Смотрите, вот у нас сейчас 61 получается. И вот когда-нибудь, наверное, будет 62. Сейчас, наверное, чуть-чуть прокатимся с ветерком. Вот, 62 уже. То есть, тут есть система, получается, накопления самого пробега. И в итоге, в новом обновлении, они решили добавить систему пробега, которая будет сохраняться при выходе из игры. То есть, там будет записан весь пробег за все время в игре. Вот сколько вы играли на этой тачке, он будет записываться. И я считаю, что это очень крутая штука, которую они решили добавить. А также они решили добавить новую систему, получается, использования бензина. И, точнее, не как бы использования, скорее объяснить, а трата бензина. То есть, когда вы стоите на месте, вы заглушенный, то он будет тратиться меньше, чем когда вы едете быстро. То есть, если вы будете ехать медленно, где-то вот с такой скоростью, да, вот что-то вот наподобие 15 километров, что-нибудь вот такое вот 15, 20, вот как я сейчас 25, да, то бензин будет тратиться, естественно, меньше, потому что машина затрачивает меньше ресурсов и вообще, то есть, нормально, как бы. Вот, а если вы будете лететь, то бензин, естественно, будет быстрее забираться, и вам придется ездить на бензоправке, в которых будут добавлять, получается, различный бензин. Там добавится 92, 95, 100, и для внедорожников, по-моему, для X5 могут добавить дизель или что-то такое. То есть, если мы зальем не тот бензин, который нам нужен, к примеру, если вот в этот Land Cruiser нужно заливать, получается, сотый бензин, а мы зальем 92, то она будет просто вот так ездить всегда. То есть, без нажимания на тормоз она будет ездить всегда. То есть, плохой бензин залил, то она вот так же и будет ездить. То есть, естественно, она будет плохо ездить. Также, скорее всего, они хотят открыть вот эти сервисы. Вот именно вот на этих сервисах будут доступны нанесения наклеек. То есть, в обычном гараже мы будем красить, что-нибудь такое технически исправлять, а вот тут именно заниматься раскраской именно винилов. и всяким налеплением наклеек на тачке и всё такое. Я считаю, что это было бы очень круто. Очень круто и на самом деле весело. А по поводу, по поводу этих, как самых они называются, интересных таких штук, именно с дисками, то есть, когда диски крутятся, скорее всего, это не будет... Возможно, возможно, добавят неоновую подсветку под машину. Наверное, вы знаете такую. Ну, вот в Need for Speed видели, в GTA V или в каких-то других играх, может быть, в жизни у кого-нибудь вы видели на машинах. Напишите в комментариях, в каком игре видели неоновую подсветку под машину. На самом деле, её тоже могут добавить. Я не знаю, с этим обновлением, если они откроют вот этот гараж, где будут винилы наклеиваться, скорее всего, там будет и неоновая подсветка тоже доступна, потому что, ну, на самом деле, в её, в игре очень сильно не хватает, дорогие друзья. А кодовое слово у нас будет... Веста. Веста. Все те люди, кто напишут Веста, тот обязательно все люди попадут в следующий ролик. Я вот прямо вот так реально открою багажник, остановлюсь в начале ролика, открою багажник и покажу все ваши комменты. А их должно быть просто куча, миллион. И на самом деле это реально круто и клёво, дорогие друзья. Поэтому пишите побольше комментариев, накидывайте больше лайков. Если у вас есть, друзья, кто играет в симулятор автомобиля 2, скидывайте ему этот ролик, пускай тоже посмотрят, может ему понравится. И он подпишется. Если ты такой друг, то тебе приветы передаю. И хочу сказать, что у тебя друг очень крутой чувак, что скинул тебе этот ролик. Так что береги своего друга, это клёво. Поэтому, дорогие друзья, ради такого сообщения, я считаю, можно и поделиться с другом, чтобы он услышал, что я сказал, что он клёвый чувак, что пришёл сюда и досмотрел до этого момента. Так что, дорогие друзья, будем ждать обновления. Скорее всего, это будет суббота или воскресенье. Я очень надеюсь, что выйдет, конечно же, это обновление с переделанными миникартами, с переделанными педалями, со всеми приколами. И было бы очень клёво это реально увидеть в игре, дорогие друзья. Поэтому обязательно, если ты тут впервые, подписывайся на канал, ставь лайк, нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики о обновлениях. А также досматривай ролик всегда до конца. Вот прям до конца. А если я делаю какие-то ролики по провинции, НТА или что-то такое, то переходите по ссылке и скачивайте тоже игры. Потому что это такая моя поддержка. Мне будет очень приятно, если вы будете скачивать игры по ссылочкам в описании, которые я оставляю. Можем будем играть вместе. Так что, если ты мой подписчик, любимый, и ты считаешь, что ты уважаешь меня, то тогда ты можешь переходить по ссылкам и делать всё, что сказал. А также, кстати, у меня, дорогие друзья, есть ВК, и вы можете меня добавить в друзья. Просто это можно сделать очень легко, с лёгкостью перейти по ссылке в описании и добавить мне в друзья во ВКонтакте. И там можем с вами пообщаться, можете написать мне в личку и обсудить там что-нибудь, какие-нибудь приколюхи. Как бы я полностью открыт для общения, и это можно будет со мной сделать прям, ну, просто изи, изи, изи. Так что вот так, дорогие друзья. Я надеюсь, вы поставили лайк, я надеюсь, вы подписались на канал, я надеюсь, вы написали комментарий, кодовое слово, нажали на колокольчик. Ну, прям очень надеюсь, что вы очень ребята послушные и сделали всё, что я сказал. Ну, а с вами был Личи, и всем до скорых встреч, дорогие друзья.